всем привет сегодня готовлю суп из зеленой чечевицы по-турецки немножко изменила я на свой лад но в основном все то же самое такой нежный супчик у нас получается итак начнем кастрюлю добавляем немного масла у меня сливочное вы можете использовать подсолнечное кому как удобно добавляем лук когда лук станет полупрозрачным это получается с момента обжарки минуты две добавляем муку у меня одна столовая ложка с горкой небольшой нам нужно обжарить лук с мукой до момента когда будет идти запах такой ореховый мука уже начинает обжариваться добавляем морковь морковь натерта на терке это одна морковь получается без разницы можете нарезать потому что все равно будем измельчать блендером дальше я добавляю один помидор прокрученный добавляет не помидор а томатную пасту так как я не очень люблю томатную пасту я убрала всю лишнюю жидкость из помидоров она сырая не приготовленная я добавляю помидор я вообще очень очень редко использую томатную пасту не очень-то ее люблю сюда же добавляем хорошо промытую чечевицу зеленую здесь у меня где-то полтора стакана и слегка все вместе обжариваем где-то около минуты сюда же добавляем кипяток у меня здесь полтора литра воды мы все до добавим сразу и просто поставим варится до тех пор пока чечевица не разварится все добавляем сюда куркуму это чайную ложку из горки черный перец по вкусу я добавляю вот так вот на кончике пальцев тимьян слегка сильно перебарщивать с ним нельзя добавляю зелень петрушка укроп или кинза кто-то что любит на самом деле это уже получается изменённый рецепт но я вам показываю как я готовлю как мне нравится добавляем сюда 3 зубчика чеснока и одна столовая ложка мяты я и сейчас добавлю и в конце чуть-чуть для аромата добавлю вот сейчас хочу чтобы она как раз пропиталась кстати аромат этой мяты конечно стоит очень приятный купила я его сегодня привезен он из таджикистана очень ароматно и вообще приятный привет всему таджикистану вот так вот все убавляем огонь до среднего закрываем крышку и варим до тех пор пока чечевица не разварится так чечевица наша сварилась прошло где-то полчаса вообще красная чечевица конечно совсем быстро варится зеленая немножко подольше поэтому я немножко еще до воды добавила вода выпарилась рассчитывайте на то что было относить полтора литра добавила я еще где-то пол литра вот так вот потому что она когда еще будет стоять еще загустеет теперь что мы делаем теперь будем измельчать погружным блендером сейчас хочу вам показать даже после погружного блендера видите крупенькие это при том что у меня без картошки если вы будете вместо муки добавлять картошку получится такой слишком густой и вот эта картошка даже если потом превратится в пюре она будет чувствоваться во рту узнала я секрет почему в турецких ресторанах и в турции именно вот этот чечевичный суп очень нежный оказывается весь секрет в том что они вот этот суп после готовки пропускают через сито что я сейчас и сделаю да это займет немного времени но так поверьте будет вкуснее посмотрите какой нежный получился вот теперь уже точно нежный супчик вот столько у меня ушло на выброс приблизительно 3 столовые ложки не так уж и много зато так получается вкуснее дальше сюда добавляю я пол сок половины лимона больше уже кто захочет себе в тарелку отдельно дольками мяту больше как говорила потом еще добавлю не буду потому что это мята не магазинная вот именно такая ароматная до сих пор держится аромат такой что больше и не надо слишком много будет горчить супчик наш готов рядом положила дольки лимона кто захочет добавить еще кислинки получается нежный вкусный супчик на меня все надеюсь вам все понравилось пока пока пока